Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов Тайсо Иситоси. Фантазия Иситоси. 1882 год. Шелковая бумага, пигменты 17х24. Тайсо Иситоси, боец за традиционные основы японского искусства, продолжал писать в старой манере, даже когда в моду вошли литографии и фотографии. Финансовый кризис и гражданская война повлияли на формирование художника, и позднее в его произведениях присутствовали темы насилия, смерти, ужаса. Среди самых популярных гравюр, мастеров, особенно выделяются и коллекции садизма и крови, и серия искусства смерти, которые свидетельствуют о нотах зловещего пессимизма в его творчестве. Работа Иситоси завершает период расцвета японской цветной ксилографии в стиле Укея. Его занимает повседневная действительность, мир человеческих волнений, передача которого автор усиливает с помощью колористического дарования. Угнетенно-мрачное настроение присутствует и в листе фантазии Иситоси. Здесь изображен киотский живописец Моруяма Укея, славившийся чрезвычайно реалистическими композициями. Славились легенды о том, что цветы на его картинах были настолько жизнеподобными, что пчелы пытались опылять их. Существует и другая история. Как раз ее проиллюстрировала Иситоси. Однажды Укея настолько правдиво написал призрака, что тот кожу и напугал своего создателя. Вот такое описание к работе фантазии Иситоси, Тайсов Иситоси. Я нашел в интернете текст по книге Великие музеи мира. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok